На должности посланников в другие страны ставили только лишь служители, которые несколько лет уже послужили пастырями, пресвитерами церквей. То есть они считали, что если он посол, представитель страны, он должен быть именно проповедником. То есть они не ставили обычного советского человека. И благодаря этому влияние Гаги распространялось и была проповедь Слова Божьего. Потому что каждый посланник этой страны, он был проповедником этой страны. От имени Христа. Это было очень уникальным опытом, я бы сказал. И благодаря тому, что в Африке был посланник, был посол этой страны, республики Гаги, именно Нидерландов, он, как проповедник, имел общение и с патриархом. И также и знаменитый Галилей, и другие многие лица в то время, даже будучи либо католическими, либо православными, но мыслили многие уже вполне евангельские, библейские. Но патриарх, конечно, Кирилл Укарис, он сделал просто-напросто большой шум. Большой шум. И в 1938 году его казнили по приказу султана Турецкого. Реформация не состоялась. Но, кстати, его работы были запрещены и султаном, и официальной греческой церкви православной. За его, эту книгу, даже в Российской империи, и то, значит, каторжные работы ждали человека. То есть, хотя там нет ничего такого крамольного, но с точки зрения Библии, но с точки зрения православной церкви официальной, там очень много вот таких вот вещей, которые как ересь выглядят. Но это библейские именно утверждения, постулаты. Дальше, друзья мои, о реформации на Западе хочется поговорить, конечно, об этом, но я, наверное, опущу эту тему. Но вскользь лишь замечу, что 16-го начиная столетия реформация, она пошла по всей Европе, Америке. И, в общем-то, христианство распространялось в России, у нас реформации, как таковой, не было. А если брать из истории России, я приведу несколько примеров интересных. Когда Русь была крещена? 988 год. Да, это год крещения Руси. 988 год. Лесков, писатель, сказал так, очень метко. Что Русь была крещена, говорит, но не просвещена. А о самом крестителе сказал, он принял христианство, этот князь Владимир, но не принял Христа. Вот, к сожалению, вы можете себе представить теперь, да? Вот в те дни, что я рассказывал о Византии, о времени смешания христианства с язычеством римским, греко-римским. Представляете, какая гремучая смесь пришла к нам на Русь? То есть, не библейское христианство, не евангельское христианство, а христианство, просто нафаршированное язычеством, оккультизмом, магизмом, обрядоверием, суеверием, колдовством и прочее, прочее, прочее. Многобожие, идлопоклонство, антисемитизм. Все это, как просто какой-то поток хлынуло в Россию, тогда Киевскую Русь. Но здесь, на Руси, эта вся гремучая смесь еще смешалась с местным язычеством, славянским язычеством. То есть, еще была разбавлена вся эта порция своим уже национальным язычеством. Многие некоторые традиции, до сих пор сохранившиеся, они корнями идут именно из тех славянских еще языческих традиций. Допустим, после Пасхи дружно идут все на кладбище люди, праздник Радуница называют. Но это же древнеславянский праздник о поклонении духом умерших предков. Его как бы просто переименовали, даже не переименовывали, в принципе, так же называют Радуница, Радоница. Вот, и его лишь как бы охристинизировали и заявили, что мы не молимся душам умерших предков, а мы молимся о душах умерших предков. Хотя славяне, язычники молились не только душам умерших предков, но и о душах умерших предков. А митрополит Антоний Сурожский, уже покойный, он жил в Лондоне, в Англии православный митрополит, он правильно написал, что в принципе нет никакой разницы между молитвой об умерших и молитвой за умерших. Это как бы один догмат, две стороны одной и той же догмы, отступнической догмы, друзья мои. И что известно о первых проповедниках, таких библейских, настоящих евангельских проповедниках в России, почти ничего не известно, в те годы далекие упоминаются в летописях лишь немногие имена. Допустим, упоминаются Дмитр некто и Адриан, злой еретик Дмитр написано и Адриан. Вся вина была этих людей, что они как раз именно читали Писание и не соглашались вот с тем, с той моделью христианства, которая именно навязывалась византийцами Руси. И это были богомилы. Богомилы. Кстати, о богомилах кое-что нужно тоже сказать. Помните, вчера я рассказал, что реформация прекратилась в Византии, была остановлена императрицей Феодорой, которая казнила порядка ста тысяч человек своих подданных, отказавшихся поклоняться иконам. Помните? Когда это было? В 842, да? И в 843 годы. До 11 марта, кстати, продолжались эти казни. А 11 марта 843 года, это был воскресный день, это было первое воскресенье Великого Поста. Вот предстоящие нам воскресенья, кстати, будет отмечаться это событие. Этот праздник называется Неделя Торжества Православия. И по обычаям, по обрядам, сохранившимся до сих пор, священнослужители в этот день, накануне, еще в субботу, и тем более в сам воскресный день, вот предстоящий нам, выставляют крест, иконы, и в конце служения каждый прихожанин должен подойти к этим крестам и иконам и поклониться, поцеловать, взять благословение священника. Потом поется молебен Торжества Православия, и в числе прочих прошений этого молебна, он только лишь раз в году поется этот молебен, там слова многократные «Анафема» поется на тех христиан, которые не носят крестов, которые не поклоняются крестам иконам, не молятся ангелам, не молятся Богородицей и святым, и хор поет там «Анафема, анафема, анафема». А, кстати, я одного батюшку знал, отец Олег, он даже там прессы выкуплял еще, «Баптистам пятидесятник», он такой басистый, такой дядька, он такой дядька такой, «Баптистам пятидесятникам там, анафема», и бабушки там «Анафема, анафема». Это было шоу настоящее. Даже по вечерним новостям, как там московским, показали это вообще-то просто, правда, ему потом запретили так делать, потому что он слишком рьянно. А вообще по уставу положено раз в год только, а он каждый месяц бабахал такой молебен. Это вообще, это надо было видеть. А это в центре Москвы, возле метро прям, представляете, ну это скандал какой, анафема поют там. И не просто анафему, а еще он делал уже шоу «Аутодафе», настоящее «Аутодафе», сожжение. Его бабушки такие очень деятельные, я бы сказал, даже, кстати, активистки. Они в течение недели все, допустим, обязаны бы, обязывались этим священникам собирать всю протестантскую, там, какую известную литературу. Куда бы они ни ходили, везде собирали, собирали, значит, сдавали. Люди, которые там, допустим, там, получали какие-то книги, допустим, от баптистов, пятидесятников, там, все это приносили адвентистов. И все это потом во дворе храма, прямо вот на площади, там вот как раз забор и вот метро уже. И сжигали, костер делали. Там и Коплин дожигали, там, там, что-то не сжигали, там, там, Новый Завет Агидоновский даже полили. То есть, как бы, ну, он все подряд полил там, и Пхавадгиту там, то есть, вот, такие костры делал. И однажды репортер там, московский, новостей вечерних, сняли этот костер, и он как-то поет там, «О, на Фимонате», получился так, кадр незабываемый, конечно. Прям запахло средневековым сразу. Но после этой сцены в вечерних новостях московских ему запретили так, начальство церковное так делать, сжигают, только не на публичную, только вот, ну, где-то там, ну, в сарайчике сожгинут, ну, не так вот, прямо вот возле метро. А люди шарахали все там, что батюшка Манафиму там провозглашает. Да, ну, ладно. Кстати, я знал историю. Мне рассказали гедеоновцы, харьковские. Они в России были с миссией. И это было, да, в аптистской церкви, я там проповедовал как раз. Значит, и они рассказали такую историю. У них большая бригада была, с машиной они, и новыми заветами загружены были, и они выехали поселом. И в одном поселке, там такая интересная какая-то история, храм православный и дом молитвенный баптистский, прямо вот, ну, рядом друг с другом, буквально через дорогу совсем. И они взялись очень активно, по всему поселку ходили, раздавали новые заветы. А батюшка, вы знаете, вот он стал вредить. Он, значит, там, агитировал против, послал бабушек всех, чтобы они, ну, своих там, своих командос, чтобы они, значит, обошли поселок в кои-то веки, да. Значит, в каждый двор заходили, все с антиевангелизацией, как бы. Вот, разевангелизируя, как бы, население. Вот, и развинчивая мифом, как бы. И вот, и батюшка стращал, ну, такими страхами людей. Что это, мол, сектанты, ну, это уже, как бы, старая песня. Но что было, как бы, такое еще интересное? Что эти книги, Новые Заветы, это говорит о дьявола. А к чему он придрался? Так же, как и Стеняев, он придрался к тому, что там вот эти значки, эти вот нарисованы, эти вот, лампадочки, там, ну, вот, Гидеоновский значок. И говорит, это знак кода, кто примет все, говорит, это как печать Антихриста, что ли, уже, что-то такое. Ой-ой-ой, а народ-то всему верит, в основном-то. Вот, и поздавали многие Новые Заветы, и они сделали как? Прям батюшка тот спалил эти кучу, этих Новых Заветов, прям во дворе. На зло баптистам, прям на глазах у этих, там, братьев, там, те в шоке были, ничего себе. А потом, на служение, воскресное служение, он выходит на, ну, на вон, и достает такой Новый Завет, и там, там, типа, анафема, там, и на глазах у прихожанок разорвал это все. И говорит, смотрите, это, говорит, вот, это вот, смотрите, это с кодом и прочее, прочее. Он повернулся и пошел в алтарь. А царские врата открыты были, прямо вот как раз в такой момент, представляете? И как только он повернулся, хотел пойти было, замертво упал. Моментальная смерть. Тромб оторвался, говорит, моментальная смерть. И... Главное от сердца. Но, вы знаете... Да, я вас уже боюсь нового поколения. Дело в том, что, знаете, интересно, тот батюшка, да, он умер, на самом деле умер, прямо на глазах вот прихожан, пред лицом Божьим, прямо вот скончался, вот так сразу, страх напал. И на вот этих прихожанок, и, значит, на село все это, поселок этот, на следующий воскресный день, в том храме никого не было фактически, говорит, а дом молитвенный весь был, даже, ну, люди окружили, вот, ну, масса людей было, даже не могли попасть туда. И просили, там, каялись, там, дали, всем новые заветы раздавали. По-новые начали раздавать. Благо, там хватило на всех. И, вы знаете, друзья, чему я все-таки думаю, да, Бог иногда и так судит. Но, вы знаете, все-таки моя молитва о том, чтобы Господь, Он спасал этих священников от этого безумия. И я однажды во сне видел смерть священника без покаяния. Это ужасно. Это просто было настолько ужасно, что это не передать просто-напросто. Я знаю, что Бог хочет спасения этим душам. Но иногда Он и так судит тоже, я знаю. И вот, друзья мои, что еще я расскажу. Богомилы – это, как бы, больше болгарское движение. По преданию болгарской церкви, я снова хочу вернуться вот в те далекие столетия, 9 век, 10 век, по преданию болгарской церкви, отец Богомил, такой православный болгарский священник. Он, я так понимаю, покаялся, потому что он, ну, он был протестантом, я так рассуждаю, вот в таком смысле, что он отвергал там молитвы святым, там, значит, там, за упокой не молился. То есть, он делал вот совершенно все не как принято в обычной православной церкви. Мощи там придали земле, там, значит, там прах, ты, прах, возвратишься. То есть, вот такой был реформатор, по всей видимости, великий реформатор, но о нем мы ничего неизвестно больше. Вот известно, что и другие священники болгарские, некоторые поддержали это движение. Но распространялось оно по тому региону, Болгарии, Венгрии, Румынии, Закарпатии, но и на Руси также побывали вот эти богомилы. Прошли годы, столетия. И вот, в 14-м столетии уже здесь, на Руси, зарождалось новое движение. Их можно назвать предтечами тоже реформации современной, российской. Их называли стрегольники. Стрегольники. Так называли на Руси раньше парикмахеров. Почему стрегольники? Разные есть предположения, но самое, как принятое, то, что первого, кого арестовали по этому делу, ну и казнили тоже, был парикмахер, на самом деле, по профессии стрегольник Карп. И его товарищ дьякон, православный дьякон Никита. Вот Карп и Никита. В конце 14-го столетия их казнили в Новгороде. Но не только их, но и многие других людей в Новгороде, в Пскове казнили по обвинению в стрегольничестве. В летописях фактически ничего не пишут о том, чему же учили эти люди. Но виной, как бы, почему смертный приговор и почему кровь полилась, ну в основном их либо сжигали, либо топили стрегольников, либо до смерти замучивали в монастырях, в Псковском или в Новгородском монастыре. В чем вина была этих людей? Вот в частности, Никиты и Карпа. Что эти люди, они читали Писание и толковали, объясняли Писание людям на домашних группах, общениях. Оказывается, этот самый Карп, стрегольник, он не просто занимался бизнесом, парикмахерским, а он приглашал людей на такие общения к себе домой. Если он, допустим, клиента слушает и видит, что человек открыт, как бы, для того, чтобы слышать слово. И вот однажды он пригласил некоторых людей, которых нельзя было приглашать, которые все это пересказали начальству церковному. И вот этих людей арестовали, и Никиту тоже арестовали, потому что у него тоже было такое подпольное собрание. В чем еще был криминал? В то время читать Библию вот так вот, не обрядово, не литургийно, а вот для изучения на Руси было запрещено. Тоже так же, под страхом смертной казни. Так же, как и в Западной Европе. Но кстати, очень малоизвестная для нашего обывателя тема. Ведь инквизиция на Востоке, в православии, она гораздо жестче была и, если можно так выразиться, гораздо более продолжительной, чем инквизиция на Западе. Хотя некоторые протестантские историки, европейские, говорят, что инквизиция западная еще не все архивы свои раскрыла и, по всей видимости, счет их гораздо выше. То есть, количество умученных, убитых инквизиторами в Европе гораздо больше, чем принято считать. Вот я вам пример такой приведу. Допустим, официальная католическая церковь признала факт в Испании сожжений 36 тысяч человек. Официально признала. Но историки, те же самые испанские историки, говорят о казнях более чем полмиллиона человек. Большая разница, 36 тысяч человек или полмиллиона человек. То есть, кому верить? Но, по крайней мере, католическая церковь, она, процесс этот продолжает. То есть, чуть не с каждым годом какие-то еще данные открываются. И прежний папа, особенно, вот Иван Павел II, каялся в этих вещах. Не до конца, конечно, но раскаивался. Потому что архивы так он и не раскрыл, к сожалению. И дальше, интересный момент. На Руси, на Руси казни тоже были массовыми. Были и сожжения на кострах. Почему сожжения на кострах или утопление? Потому что инквизиция, как на востоке, так и на западе, как у католиков, так и у православных, в основном держалось правило следующего. Убивать человека без пролития крови. То есть, чтобы не было пролития в актах пролития крови. То есть, чтобы считалось так, что если приказник крови проливается, это, ну, церковь не может проливать кровь. Только лишь, поэтому, живьем либо сжечь, либо утопить. Кстати, западные коллеги, значит, наши, они переплюнули даже православных инквизиторов в этих допросах. Они, допустим, как проверяли инквизиторы на западе? Женщине, допустим, обвинение в колдовстве предъявляли. Как проверяли? Она колдунья, ведьма там, или просто гражданка? они связывали руки, связывали ноги и бросали в большой чан, такой мини-бассейн со святой водой. Если она тонула, ее посмертно оправдывали. И эти души, они не входили в число жертв инквизиции. Они были оправданы. Они были посмертно оправданы. Но если эта женщина, как вот, не знаю, комсомолка, спортсменка, не знаю, всплывала каким-то образом, если побеждала жажда жизни все-таки, то, значит, то тогда эту несчастную просто сжигали на костре живьем. Уже как ведьма уже. Это буквально, как в России говорят, из поломя до в пламя. Вы знаете, то есть, как бы, значит, по-любому, значит, если ты попалась к инквизиторам, к монахам, к этим, то все. Как бы, шансов никаких. Но если ты, как бы, значит, мирно утонул, то, значит, то, по крайней мере, с твоей семьи снималось обвинение вообще. А если, значит, сжигалось как ведьма, то на твоей семье дальше висел дамоклов меч. И любой член семьи следующий мог быть на карандашике у инквизиторов и очередной следующей жертвой инквизиции мог. Вот, да, это очень такая интересная статья. Дальше. в чем еще была вина карпа Никиты и стрегольников вкупе? Они молились своими словами. А это было строжайше запрещено. Кстати, об этом я как-то не рассказывал, ведь, слушайте, вы, наверное, все в курсе, да? Я об этом постоянно как-то намекаю, что есть там молитвенники, да, акафистники, там, прочие тексты. Для многих православных сегодня даже, как бы даже странно звучит, но если им предложить помолиться своими словами, просто вот, как вот ты бы сам бы сказал Богу. Почему так? Дело в том, что в Византии еще, опять нужно вернуться в далекие столетия нам, когда все начиналось, было запрещено молиться своими словами. Не прямо буквально, а постепенно это было. Вводились молитвенники, молитва слова. Иисус говорил больше, мы читаем это в Евангелии, о молитве индивидуальной с Богом. Хотя есть и учение о молитве общей, на людях молитвы, да? Но всегда приоритет отдавался и дается молитве индивидуальной. В общем-то, много ума не надо научиться молитве на людях, совместной молитве. Но самое искусство молитвы, это именно один на один с Богом, когда, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец, кто видишь и тайны, воздаст тебе явно, говорится. И я для себя сравниваю это всегда как бы с айсбергом, да? Я только раз в жизни видел настоящие айсберги. Как раз от Исландии в Гренландию на самолете летел, и это было впечатляюще. Вот, ну, не знаю, когда я либо буду там, или не буду еще, но мне на всю жизнь впечатления были. Когда огромный, это было похоже на, вначале, сахар растаявший, просто куски льда уже потаявшего. Дальше летим. Это такие, ну, уже белые глыбы эти, так красиво вообще. Черная вода, ну, темная такая достаточно, и вот это белые глыбы, эти льда, красивое зрелище. А, но самое красивое, и нам повезло еще с погодой, обычно, нам говорят, в это время года там была плохая погода, а если была хорошая погода, солнце вообще без облачка. И интересно, когда уже над самой, вот, побережье Гренландии было, самое интересное, вот эти глыбы льда, они прям вот на глазах, вот я видел, как отламываются, как в кино смотришь, где-то они отламываются, на самом деле, красивейшее зрелище. И, правда, медведя так и не увидел белых, ну, в зоопарке-то я их видел, а вот так вот, хотелось бы так, ну, как-то, может, увидеть живьем. И вот, интересно, значит, вот эти глыбы льда, которые в океан падают, верхушка, она небольшая, хотя выглядит вполне так серьезно, но вся махина эта, она под водой, она не видна. И вот так же, если мы читаем Писание, Библию, выглядит наша жизнь, духовная наша жизнь, я имею в виду, нашего внутреннего человека, ну, в идеале, по крайней мере. есть индивидуальная молитва, есть коллективная молитва, да, общая молитва. Вся глыба, я так понимаю, которая под водой, это то, что один-один перед Богом совершается верующим, ну, в идеале, по крайней мере, так должно быть. Значит, и небольшая часть, выступающая, сверкающая, блистающая, красивая, конечно, эффектная, это то, что на людях, то, что на публике, то, что вместе в церкви и прочее. И первое христианство, в принципе, первоначальное христианство, в чем была, как бы, уникальная ситуация, наверное, оно сохраняло вот этот принцип. Ну, наверное, помогало еще даже гонение, кстати, как ни странно, но гонение сами помогали, потому что не было больших, как правило, молитв таких совместных. Люди максимум могли позволить себе небольшое домашнее, какое-то моление, там, значит, или небольшое собрание такое. А все остальное время люди имели возможность лишь лично с Богом иметь время. И когда, вот я рассказывал, началось о государственном христианстве, началось, постепенно процесс начался со следующей. Как бы, айсберг стал переворачиваться. Вот все время для христиан отводилось лишь на церковную молитву. И лишь очень немногое отводилось на личную индивидуальную молитву. И даже эта личная индивидуальная молитва, то, куда никто не имеет права вмешиваться, друзья мои, то, что интимное, близкое, лишь только с Богом, один на один, друзья мои, и даже в это святое святых церковь официально попыталась влезть, и не безуспешно, к сожалению. Потому что все было регламентировано, даже в этой индивидуальной молитве по расписанному шаг вправо, шаг влево, если на исповеди священник узнавал, то наказания были церковные за это. То есть людей ввели в рамки, в контроль определенный, византийские эти иерархи, а именно александрийцы, кстати, это подали, идею молитвенников, молитвослов. Потом постепенно эта идея прижилась. На Русь пришло христианство, уже вот такое. На индивидуальную молитву вообще никто не смотрел никогда, как на нечто нужное. Все время отводилось молитве такой церковной. Дальше, в чем была, думаю, заслуга вот таких стрегольников, как Карп, Никита и прочих, в том, что пересматривались эти моменты. И я думаю, это впервые, а может это было не впервые, но первое в летописах упоминание именно о них идет, что они стали молиться своими словами, что эти люди молились уже своими словами, молились, кстати, без икон молились, а в то время молитва без иконы это уже ересь, это смертная статья была, или же статья о богохульстве называемая, хотя странно, какая здесь хула на Бога, непонятно. И вот дальше, после стрегольников еще известным движением, тоже новгородско-псковско-московским таким движением, была ересь жидовствующих, так называемая, ересь жидовствующих. На Руси так назвали тех православных, которые читали также Библию, их назвали уже не стрегольниками, а назвали жидовствующими. Но еще не только потому, из-за Библии, нет, там было много других причин еще. Вообще-то, довольно-таки, антисемитизм в то время имел таких уже серьезные корни на Руси, идеологические корни на Руси. И я вам расскажу сейчас одну историю, о которой вы, ну, не знаете, думаю, может, вы слышали что-то уже. Дело в том, но я расскажу историю, которая очень не любит открывать батюшки традиционные. Дело в том, что была большая проблема тогда. Русь приняла христианство в 988, да, и Русь приняла христианство с Византии. Из Византии же пришли книги богослужебные. И в эти книги богослужебные была пасхалия, то есть время празднования Пасхи высчитано. И до определенного времени Пасха высчитывалась, а дальше значилось, что будет в это время конец света. И люди ожидали в определенный год конца света, или света представления, как по-славянски. Так вот, этот конец света, предполагаемый, ожидался в 1492 году. Люди в это верили, и не только люди простые, но и священники многие верили в это. Когда Русь приняла христианство, это казалось еще очень далекой датой. Как бы на наш век хватит. но когда время приближалось к тому 492 году, то как бы уже не то чтобы паника, но начались всевозможные слухи, неправильные движения. Даже, кстати, люди даже, многие перестали венчаться. Какой смысл выходить замуж, жениться, если все равно там уже летом через 30 точно известно конец света. Считалось, на Руси считалось так, византийцы говорили так, что о дне и часе не можем знать, но год знаем точно. И поэтому к этому году готовились очень серьезно. кстати, еще один момент интересный. В 92 начался голод третьим там дальше. Не потому, что было там засуха или что-то еще, а потому, что все запасы съели, потому, что относились на национальном уровне к этому очень серьезно, на общенациональном. Не то, чтобы все, но процентов 99,9 население в это твердо верило. И каково же было разочарование, когда наступил 93-й год. Да. Кстати, дело было не только там в отсутствии, ну, все меньше и меньше люди венчались. Многие, даже уже будучи супругами, они уже не жили супружеской жизнью, отказывались лишь формально называясь супругами, они уже жили вот просто как вот, не знаю, как брат-сестра, там, не знаю, как они говорили. То есть, они вроде уже были тайными монахами. Потом, что еще? А, были священники на Руси, которые говорили однозначно, что в 1492-м конца света не будет. Он будет, но не будет потом, не в этом году. Этих священников потом сожгли на костре. Их назвали жидами или жидовствующими. Неудавшийся конец света списали на кого? На евреев. сорвали наш православный конец света. Да, но это вообще история такая, она и смешная, и драматичная, ну, два в одном. Там много и смешных эпизодов, конечно. Ну, люди, допустим, многие, они, 92-й год, допустим, да, лето, по Руси можно было больше увидеть людей в саванне, ну, уже как бы в смертных одеждах. То есть, представьте себе, люди уже, ну, думали, вот сейчас, может быть, все уже, и там, как бы, либо вознесется, либо там, значит, не знаю, что произойдет вообще. И спали в гробах многие, то есть, выдавливали вот эти гробы там и спали. То есть, ну, как бы, это было повальным явлением. Вот, это довольно странно звучит, конечно, сейчас. Но священники, которые не верили в это, они убеждали людей все-таки не подъедать запасы, а выходить из северия. И те, кто выходил из сейл, все-таки, в 92-м году, их называли тоже жидами, называли или жидовствующими. Болон, наслушались еврейской пропаганды. Дело в том, что, почему еще еврейская пропаганда? Потому что исчисление, летоисчисление тогда шло, в основном, не от Рождества Христова на Руси, а от сотворения мира, или же от Адама, как говорили. То есть, и от Рождества, и от Адама. Но от Адама было вернейше. Но это летоисчисление не совпадало с еврейским, летоисчислениям. И принципиально не совпадало. Так вот, в этом был основной конфликт, как считается, календарный конфликт. Дальше. Значит, кто был против? Кого обвинили в ересе жидовствующих? Это был протопоп Алексей, потом протопоп Дионисий. Это все новгородские протопопы, которые заявляли, что не следует панику эту распространять сейчас, что не следует ожидать конца света в 92-м году. Что должны исполниться еще другие какие-то фрагменты из Писания. А почему убеждались россияне в том, что конец света, он именно приближается? Целый ряд таких вот как бы совпадений, будем так, произошел в то время. Во-первых, накануне, там, в 54-м, что ли, году, пал Константинополь, главный город православной церкви. Главный храм православия, храм Святой Софии, стал мечетью. Султан Магомед въехал в Константинополь как захватчик. И это на Руси восприняли... Вот сейчас он может сказать, ну, подумаешь, ну, захватили, это же не Россия. Дело в том, что для православия это был главный храм. Это значит, что для евреев, если бы храм захватили бы римляне, допустим, да? То есть это аукнулось очень сильно по всей России. И поэтому говорили, да, это конец света. И говорили, султан Магомед, тот самый, что въехал в Константинополь, это говорит или лжепророк, или антихрист уже непосредственно. Вот тогда идея, кстати, была развита эсхатология православная некоторая, о том, что Россия будет очагом сопротивления антихристу. Значит, что против ислама, значит, русский царь поднимется и нанесет поражение, значит, именно Гогу и Магогу, то бишь понимание тогда россиян вот именно мусульманам, туркам. Ну, это такая давняя уже история. Но она интересная. Ведь конец света не состоялся. В истории русской православной церкви это единственное ложное пророчество, не состоявшегося конца света. С тех пор никто, насколько я знаю, официально даты конца света не провоздашал. Хотя, когда наступил 93-й год, первым, кто как бы пришел в себя, как бы был новгородский, опять-таки, протопоп Агафон. У него была, как бы, своя система исчисления пасхалии, и он предположил, что ошибка произошла византийцев на 70 лет целых. И он продолжил пасхалию еще на 70 лет вперед. Но его уже серьезно никто не воспринимал. Уже хватило раз и навсегда, думаю, такой грандиозной ошибки. Поэтому Геннадий Новгородский, архиепископ, приказал Агафона не слушать, приказал 70 лет не воспринимать эту дату, а приказал, чтобы не было больше никаких там слухов на Руси, продолжить просчитать пасхалию на тысячу лет вперед. Запасом, чтобы охватило точно на всех до 2492 года. То есть, на тысячу лет вперед просчитано пасхалия в современной Русской Православной Церкви. Чтобы не было никаких разговоров о конце света. И вот, и... Если бы мы жили тогда, в то время, что бы мы ощущали? Как минимум, было бы обидно. Вы знаете, росло недовольство официальной церковью и государственными руководителями. И надо было найти крайних. Надо было куда-то пар народный, это негодование народное вылить. Недовольство народное. И крайних нашли евреев. Как ни странно. И наслушавшиеся еврейской пропаганды православных священнослужителей, которых сожгли на костре тогда. В Москве, на Красной площади, торжественно, это было большое шоу. Тысячная толпа собралась москвичей. Раздавались подарки бесплатно в честь этого шоу. Значит, люди там друг другу давали подарки, там священников привязали к столбам, заткнули рот, чтобы они не говорили ничего больше. Читали приговоры и зажарили на медленном огне этих священников. Значит, и Протопопа Алексея, и Дионисии, и других священников новгородских, псковских священников, московских некоторых, которые как раз именно наоборот, которые говорили, что конца света не будет в этом 92-м году. Но на них списали как раз именно, вот не знаю почему, всю ересь. Значит, народ был доволен, шоу было грандиозное, москвичи были, значит, в приподненном настроении, как бы все, с еретиками разделались. Но, оказывается, это было лишь начало, потому что Иван III, князь московский, дал команду проводить зачистки по всей России. И начались костры по всей России, матушки, друзья мои. Кстати, те годы считаются началом именно такой широкомасштабной инквизиции в России, потому что до того были казни, может быть, десятков, в большем случае сотен людей. А здесь шла речь уже о тысячах смертных приговорах. И, друзья мои, это Новгород, Псков и Москва, в основном три города инквизиции, Владимир также и Суздаль. Да. Мы отдыхаем, да? А, обратно, молодцы, давайте, давайте. Пересказывайте. Когда был конец света? Его так и не было, друзья. Да. Думаю, поучительная история. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.